В чемпионате Восточного военного округа по гиревому и военно-прикладному спорту рывок гири принимает участие более ста человек. Семь весовых категорий у мужчин и четыре у женщин. Участвуют более ста спортсменов, в том числе военнослужащие женщины. Регионы представлены у нас от Республики Бурятия до Камчатки. Соответственно, это Восточный военный округ, ну, если переведите на простой, то это Дальневосточный федеральный округ. Сорвание проводится в три дня. Соответственно, гиревой спорт, классическое двоеборье и рывок гири. Из Камчатки побороться за медаль приехала чемпионка Балтийского флота. Гиревым спортом она занимается с 2018 года. Я работаю с 16-ти весовой гирей. По желанию женщины могут брать ей 24-килограммовую. Ну, можно, но не рискую. По крайней мере, все-таки здоровье, оно одно, и про него нельзя забывать. Женщины вообще по своей природе самые выносливые на всем белом свете. И поэтому, мужчины, вы не думайте, женский пол, да, он слабый, но не такой уж он слабый на самом деле. В этих соревнованиях важна не только техника. Особые требования предъявляют даже к форме одежды. Велосипедки обязательно выше колена. И футболка, майка тоже, чтобы локтевые суставы были открыты. То есть условие такое, что суставы, коленные, локтевые, они открытые, чтобы видна была фиксация, выпрямление ног, рук и так далее. В этот раз соревнования впервые проходят в региональном центре единоборств «Патриот». Они являются отборочными для формирования сборной, которая будет представлять наш округ на общероссийском чемпионате вооруженных сил. Юлия Пермякова, Бату Гармын, Новости дня.